Спокойно провести время в зеленой зоне у дома, пока не могут жители Ленинского района Иркутска. Там кипят страсти по поводу возможного строительства храма. Что именно вызывает недовольство у людей и подписи под какими? Двумя петициями сейчас собирают горожане, разбиралась Ольга Харнутова. Сегодня она пообщалась с активистами и представителями администрации Иркутска. Смотрите ее репортаж, чтобы узнать все детали городского спора. На месте этого креста хотят возвести храмовый комплекс, церковь, воскресную школу, трапезную. Вот только видеть тут религиозный объект многие горожане не хотят. Люди настаивают на создании здесь парка времени. Его планировали обустроить еще шесть лет назад. На этой территории когда-то была найдена стоянка древнего человека. И новый парк должен был стать местом, где можно не просто гулять, но и изучать древнюю историю Прибайкалия. С презентации проекта церкви в районе началось противостояние жителей. Сейчас идет сбор подписей сразу под двумя петициями. За храм и против него есть и третья позиция. Мы как активисты, мы за что взялись, за парк времени, мы его и отрабатываем. Мы ни в коем случае не присоединяемся к церкви и не против нее. Петицию за храм горожане создали, когда узнали, что его построят не на месте, где должны были разбить парк времени, а рядом с этой территорией. При этом есть люди, которые при любых обстоятельствах не хотят допустить строительство храма. Высказать свое мнение в итоге дадут всем на общественных слушаниях. Безусловно, все мнения горожан должны быть в рамках общественных слушаний учтены. Есть в городе прецеденты объекта, где общественность высказывалась против. Общественные слушания были признаны несостоявшимися или отрицательные результаты. Поэтому дальше проектная документация не рассматривалась. К тому же территорию, где планируется возвести храмовый комплекс, администрация предоставила православно-религиозные организации в аренду лишь до 2030 года. И за 9 лет многое, что может измениться. И хочется верить, что в лучшую сторону и для людей, и для города. А все сегодняшние споры останутся в прошлом времени. Ольга Харнутова, Павел Рютин. Новости по будням.